Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy! И мы с вами продолжаем действительно данный плейлист про английские слова. Видите, уже 451-е слово. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, thanks! Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Также смотрите наш второй канал English Professionally. Там всё на английском, чтобы уже полноценно окунуться в действительно англоязычную среду. И смотрите весь плейлист. Второй канал, все ссылочки в описании. Мы с вами идём дальше. Следующее слово. Достаточно лёгкое слово. В тот раз мы с вами говорили о еде. Eat – это есть. Действительно, смотрите. Есть слово eat. А есть слово eat. В чём разница? В произношении, видите, долгий звук и, соответственно, короткий звук. Eat – eat. То есть не нужно путать эти слова. И на самом деле многие студенты просят, и на самом деле считают нормально, когда мы говорим только на английском языке. И многие студенты спрашивают, а как сказать путать? Вот как сказать путать? Who knows? Кто знает? How is it in English? Как это на английском языке? Путать. Например, не путай эти слова. Don't. И какой нужен глагол употребить? Значит, путать будет confuse. Don't confuse. Don't confuse these. Можешь сказать эти слова. These words are these two words. Эти два слова. Don't confuse these two words. Или кто силён фразовых глаголов. У нас там есть плейлист про фразовые глаголы. Можешь сказать don't mix up. Mix up означает также путать. Это синоним confuse. Don't mix up these two words. So, it – это короткий звук. A short sound. E – it. And eat. It's a long sound. Это длинный звук. A long sound. A long sound. Eat. It. Далее, следующее. Значит, как раз слово пить. Пить будет drink. Drink. Я хотел бы выпить чашку чаю. Я хотел бы эта конструкция I'd like. Обязательно посмотрите конструкция. Возможно, 150 конструкций у нас есть. 150 английских конструкций по грамматике. Смотрите, очень полезно. Я хотел бы выпить I'd like to. Нашляем to перед глаголом I'd like to drink. Чашечку чая. Чашка – это cup. Чай – tea. Ну, ордитный падеж. Поэтому, of – получается, of tea и артикль. I'd like to drink a cup of tea. Далее. Мы, значит, пошли в кафе. Значит, как мы с вами это скажем? Ну, там, мы пошли. Это we – это мы. Значит, кафе будет кафе. Значит, мы пошли – we went. Пошли в – we went. We went to – мы пошли там в одно кафе. We went to one кафе. Или просто to a кафе. We went to a кафе. Мы пошли в кафе. Went to a кафе. Далее. Следующее слово – это вечеринка. Вечеринка – это party. Party. Там, он устроил вечеринку. Устраивать вечеринку – будет выражение – давать вечеринку. Give a party. То есть, он устроил вечеринку. He gave a party. He gave a party. He gave a party. He gave a party. So, don't confuse these two words. Or, don't mix up these two words. Eat – a short sound. And eat – a long sound. Drink. I'd like to drink a cup of tea. Cafe. We went to a cafe. Party. Give a party. He gave a party. He gave a party. Next. Вот действительно, как раз и слово give. Give – это давать. Give. Значит, что, какой можно пример привести, помимо того, что he gave a party. Дай это мне. Значит, дай – это give. Это eat. И мне. Значит, предлог направления to give it to me. Пожалуйста, give it to me, please. Give it to me, please. Дай мне это, пожалуйста. Give it to me, please. Give it to me, please. Далее. Следующее слово – писать. Писать будет right. Например, вы просили более сложные примеры, не вопрос. Ты когда-либо хотел написать книгу? Когда-либо – это ever. Это временной указатель времени present perfect. И вопрос. Ты когда-либо? Have you ever? Have you ever? И даже третья форма от хотел. Значит, want. Вторая форма, первая форма – глагол правильный, поэтому wanted, wanted. Have you ever wanted – написать. После want – идет to. Have you ever wanted to write a book? Написать книгу. Have you ever wanted to write a book? Have you ever wanted to write a book? Next. Сидеть будет sit. Sit. Садись. Как мы с вами скажем? Садись. Sit down. Sit down. Садись, пожалуйста. Sit down, please. Sit down, please. Почется give. Give it to me, please. Write. Ever. Present perfect. Have you ever wanted to write a book? Give. Write. Sit. Sit down, please. Sit down, please. Next. Оставаться. Оставаться дома или сидеть дома. Вот на самом деле, вот мы сейчас хотим сказать там, я часто, там, мне нравится сидеть дома. И вот сидеть дома. Вот здесь не просто сидеть на стуле, а сидеть дома в смысле находиться, мы используем глагол stay. Stay. И сидеть дома. Stay at home. Stay at home. Мне нравится сидеть дома. Точнее, мне нравится это I like. Далее глагол с синговой формой. Обратите внимание, что не sitting, а staying. I like staying at home. I like staying at home. And you. А ты? Тебе нравится? And you. Далее, смотрите, помните, мы говорили про sit. Это, соответственно, sit down. Сядь. Как будет антоним? Встань. Антоним будет, соответственно, это стоять. Stand. Встань. Stand up. Stand up. Stand up. Далее, следующее слово спать. Спать будет sleep. Sleep. Он сейчас спит, не надо его беспокоить. Он – это he. Спать. Sleep. Сейчас, значит, время pressing continues. Значит, формула to be. He should – это is. He is. Добавляем ink. He is sleeping. Не надо беспокоить его. Не надо. Начинаем don't. Не на что-то делать, там не делай. Не говори, это don't. И беспокоить слово disturb. Don't disturb him. Не надо его беспокоить. So, he is sleeping. He is sleeping. Don't disturb him. Итак, значит, получается stay. Stay at home. I like staying at home. And you. Stand. Stand up. Sleep. He is sleeping. Don't disturb him. Далее. Кровать. Это будет bad. Он в кровати. He. В кровати будет in bed. И связка to be. He is in bed. He is in bed. He is in bed. Он в кровати. He is in bed. Далее. Следующее слово. Падать. Будет fall. Он упал. He fell down. Сколько это высоты? Обычно down. Управляем. He fell down. То есть, он упал на землю. He fell down. Fall. Fell. Fallen. Это неправильный глагол. Упал. И связываем. Значит, такие глаголы, как, значит, ушибить что-то, повредить. Это hurt. Можно сказать, он упал. He fell down. И там повредил. Там свою руку. He fell down. and Сыгная форма глагола hurt. 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 Это неправильный глагол. Форма одинаковая. Значит, he fell down and hurt his arm. And hurt his arm. Итак, bet. He is in bed. Fall. Hurt. He fell down and hurt his arm. Fall and hurt. Да, только следим за нумерацией. Next. Значит, ушибить что-то, это будет injured. Это уже более какое-то серьезное повреждение. Injure. Injure. Можно сказать, например, он повредил. He injured. He injured. Свою ногу. He injured his leg. He injured his leg. Он повредил свою ногу. И его отправили в госпиталь. He injured his leg. And. О, его отправили. Значит, если там сделали, то есть не он сам, а сделали, то мы используем в прошлое время was или were. Но he это was. И третья форма. He was sent to hospital. Hospital. So, he injured his leg. And he was sent to hospital. Далее. Такое страшное слово, как убивать. Убивать будет kill. Kill. Значит, его убили. Случайно. Значит, его убили то же самое. Если действует совершенно кем-то в прошлое время, то was или were. He should – это was. He was. И глагол в третьей форме. Мы его убрали. Потом третья форма такая же. He was killed. Значит, случайно. By accident. He was killed by accident. He was killed by accident. Далее. Повреди. Нанести какой-то вред. Это слово. Damage. 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 Это повредило здание. Можно сказать, что это повредило. Если повредить там здание, какое-то сооружение, то это damage. It damaged. И глагол правильный. Значит, получается it damaged the building. It damaged the building. It damaged the building. То есть, damage – это повреждение. Damage – это повреждать. Итак, injured. He injured his leg and he was sent to hospital. Kill. He was killed by accident. Damaged. It damaged the building. Значит, видите, мы это используем как раз слова. Сами говорим, потому что их очень часто как раз управляют в новостях, поэтому сами их и включили сюда, именно поближе к началу. Далее, значит, разрушить, что полностью это слово, значит, соответственно, destroy. Значит, можно сказать, что бомба разрушила здание. Бомба – это boom. Значит, разрушать – это destroy. Destroy. И здание – это building. Но бомба конкретная какая-то, поэтому the boom разрушила прошедшую формулу destroyed и конкретное здание. The boom destroyed the building. Далее, следующее слово. Целовать или поцелуй. Kiss. Kiss. Например, он поцеловал ее. Это правильный глагол по этому. He kissed her. He kissed her. Или поцелуй ее губы. He kissed her lips. Lips – это губы. He kissed her lips. He kissed her lips. Например, это был их первый поцелуй. Это был it. Далее, был. Was. Их. Their. Первый. First kiss. It was their first kiss. Так, следующее слово. Произносить. Это pronounce. Pronounce. Произносить. Pronounce. Если что-то произносить правильно, то мы вспоминаем другое слово. Это слово. Сейчас повторим пока. Значит, destroy. The bomb destroyed the building. Kissed. He kissed her. He kissed her lips. It was their first kiss. Pronounce. Pronounce. Значит, и если правильно, то это слово как раз correctly. Correctly. Как произносить это слово правильно? Correctly. How. Как произносить? Получается, how. Как это делать? Мы говорим, how to do it. Или как мне следует? Как мне следует произносить это? How should I? Should это вспомогает на глагол модальный, витя следует. How should I pronounce? Как мне следует произносить? How should I pronounce this word? How should I pronounce this word? Или произноси это слово правильно. Please. Пожалуйста. Please. Произноси. Pronounce. Pronounce. Это слово this word правильно. Correctly. Please. Pronounce this word correctly. Далее. Правильный или корректный будет correct. Correct. Это мы проходили, а вот неправильный будет incorrect. Incorrect. Этот ответ правильный. Этот ответ это будет this answer. Правильный. Correct. Или же этот ответ неправильный. This answer. Можно сказать isn't. Да, сказать isn't. Можно сказать isn't. Correct. Или можно сказать в одно слово. This answer. This answer. Есть. Is. Incorrect. This answer is incorrect. This answer is incorrect. В принципе, correct это то же самое, что right. Incorrect. То же самое, что wrong. Или, соответственно, неправильно. Это будет incorrectly. Неправильно. Incorrectly. Опять с вами скобочка. Это будет какому неправильно, а также wrongly. Wrongly or incorrectly. Incorrectly. Ты сказал это неверно, не совсем корректно. Ты – это you. Сказать say. Значит, вторая форма – это said. You said it неправильно. Некорректно. Incorrectly. You said it incorrectly. То есть, я боюсь, что ты сказал это неправильно. Значит, я боюсь. Такая вежливая фраза. I'm afraid. I'm afraid you said it incorrectly. Я боюсь, что ты сказал это неправильно. Так, значит, получается. Correctly. How should I pronounce this word? Please, pronounce this word correctly. Correct. Incorrect. This answer – связку не называем. This answer is correct. This answer isn't correct. This answer is incorrect. Incorrectly or wrongly. I'm afraid you said it incorrectly. Next. Ну, кажется, то же самое, что мы с вами сказали – забежали вперед. Вот, значит, правильно – это rightly или то же самое, что correctly. Rightly or correctly. Значит, неверный. Rightly. Соответственно, он сказал это правильно. He said it. He said it correctly. У нас с вами был такой пример. He said it correctly. Далее. Это было сделано правильно. Опять же, если сделано, что-то сделано в прошлом времени – это was or were. Но раз is – it – это was. It was done. Верно. It was done. Rightly. Или же можно сказать – it was done. Соответственно, wrongly. Wrongly. То есть, неверно. It was done wrongly. Wrongly означает как раз неправильно, неверно. It was done wrongly. А вообще wrong означает неверный. Этот вариант неверный. Значит, этот вариант – this – вариант в английском языке так и будет – this variant – и неверный – wrong. Значит, he said it is. This variant – it, поэтому this variant is wrong. Этот вариант неверный – this variant is wrong. И на самом деле, как нумерацию с вами соблюдаем, есть еще одно, значит, важное слово – это писать по буквам. Spell. Как мы пишем это по буквам? Например, не знаю. Как мы пишем это по буквам? Вот такой вот вопрос. How do we spell that? И далее вы называете на какое слово? How do we spell that? Или how do we spell this word? Или как мы пишем это? Или как мы пишем это слово? How do we spell that? И how do we spell these words? Дальше, значит, по буквам называют какое-то сложное слово. Давайте сами вспомним и напишем какое-то сложное слово. Что там приходит в голову? Ну, не знаю. Например, вот давай это слово вспомним. Мне это пришло на ум. Значит, A, A, D, V, E, R, T, I, S, E, M, E, N, T. Advertisement. Advertisement. Рекламное объявление. Advertisement. Итак, давайте сами повторим. Окей. Rightly. Correctly. He said it correctly. It was done rightly. Wrongly. It was done wrongly. Wrong. This variant is wrong. Spell. How do we spell that? Or how do we spell this word? So, A, D, V, E, R, T, I, S, E, M, E, N, T. Advertisement. Yeah, it's advertisement. И теперь с вами сделаем такую тренировку аудирования. Только на английском языке. Старайтесь понять каждую мелочь. Итак, so. So, don't confuse these two words. Don't mix up these two words. Eat, a short sound, and eat, a long sound. Drink. I'd like to drink a cup of tea. Cafe. We went to a cafe. Party. Give a party. He gave a party. Give. Give it to me, please. Write. Ever. Present perfect. Have you ever wanted to write a book? Yeah, have you ever wanted to write a book? So, I think that we pronounced it correctly. Думаю, что мы произнесли это правильно. Just we forgot. Мы просто забыли. We forgot, yeah, to write a. So, that's why. Вот поэтому, that's why we are checking it. Поэтому мы это проверяем. So, first, first, so, for revision, для загребения, and second, во-вторых, for correction, для корректировки, для коррекции, if we need it, если нам это нужно. Okay, thank you. Thanks for understanding. Спасибо за понимание. Sit. Sit down, please. Stay. Stay at home. I like staying at home, and you. Stand. Stand up. Sleep. He is sleeping. Don't disturb him. Don't disturb him. Okay? Next. So, what is next? Yeah, it's bad. He is in bed. Fall. Hurt. He fell down and hurt his arm. Injure. He injured his leg, and he was sent to hospital. Kill. He was killed by accident. Damage. It damaged the building. Destroy. The boom. Destroyed the building. Kiss. He kissed her. He kissed her lips. It was their first kiss. Pronounce. Correctly. How should I pronounce this word? Please. Pronounce this word correctly. Correct. Incorrect. This answer is correct. This answer is incorrect. Or is incorrect, and this answer is incorrect. Incorrectly. Or wrongly. I am afraid you said it incorrectly. Rightly. Correctly. He said it correctly. It was done rightly. Wrongly. It was done wrongly. Wrong. This variant is wrong. Spell. How do we spell that? How do we spell that word? So, you know this word. So, we won't repeat it. It's advertisement. Yeah. We won't repeat it spelling. It's advertisement. Okay. Thanks. See you. Bye. Bye.